всем здравствуйте сегодня вот я хотел на какую тему поговорить я сам столкнулся с этим вопросом именно вот на этом 2530 на стареньком альтенбурге здесь тоже у меня не вполне нормально нормально для кого-то для мне не нравится а речь вот о чем о продвижении ткани и помимо этого что у меня здесь вот кое-что мне не нравится что я позже покажу с продвижением именно связано помимо этого вопросов много задается мне что как мне тут делать с кейс келлера если вот этот 2530 это келлер либо альтенбург это не суть название ничего не меняет по сути они одинаковые машинки это вот 50-х годов машина то есть она лет на 10-15 старше 51 у нее все просто то есть ну как просто тоже тут нюансы есть ну там клай классика классически все сделано вот как у подольской машинки пмз-1 а ой в руку один просто без а до военное есть правоходка именно ну прямо строчка ну тут зигзаг тоже добавлен не отличие у нее вот такой регулятор вот здесь нормальное положение рабочие вверх вниз реверс вот так то орши это орша орша белоруссия европа почти вот они взяли оршанские взяли немецкий минуту мин вот вот собьют смысле на чем я остановился ладно на чем я остановился о продвижении вот на этом ну тут классика как я говорил на этом 25-30 у меня изначально было продвижение 3 да без этих миллиметра 3 может даже меньше ну никакое было продвижение я путем нехитрых манипуляций добился ну тут сейчас я замерял вот я замерял на бумаге так три укола 1 и 4 миллиметра то есть ну почти пять это спешим там ну там может быть доли какие-то зачем мне это надо ловить доли спешим это на 70 лет возраст были 65 там износ кулачков это присутствует вот эти вот вот вилка ходит там ну спешим на возраст но 47 здесь как земля за колхозом честных есть а дело было в следующем упор и это за эту машину я расскажу здесь были сейчас я сейчас я приближение дам небольшое я принципе то эта машинка у меня так стоит для сравнения я по ней ничего не буду рассказывать потому что у этой машинки таких во первых мало у кого есть идут все стандартно как у любой правоохотки даже у прямострочной там орша вот сейчас я покажу что я сделал вот здесь изношены сами зубчики и зубчики изношенные плюс еще подъем там есть такая какой где он есть то у нас вот здесь присутствует износ ну дело следующем никакая регулировка не помогала высота зубцов было там минимальная я ничего не мог придумать кроме как кроме как под ну у меня есть видео что я буду рассказывать короче в двух словах сделал прокладку из жести и поднял зубцы все они мне стали выше и сразу меня добавился из комы 1 миллиметр строчки даже с лишним и еще сделал но здесь вот чуть-чуть чуть-чуть пелену вот так даже незаметно ну где-то я добавил ну здесь почти 5 миллиметров все ладно с этой машинке я и уберу сторону чтобы она не мешалась просто я показал отличие вот этой машины от той тут различие в продвижении кардинально совсем другая машинка в этом плане хотя у них редукторы одинаковые а вот сейчас я покажу еще в чем их различие по редукторам но по рамке редуктора одинаковые рамки вроде бы одинаковые но за небольшим отличием только здесь вот позиционеры рейки видите как работает вот он толкает сам шток раз она и опустилась здесь же наоборот здесь тоже толкает но выполнена несколько по-другому а так они один в один если я не помню какой какому подходит можно легко переставить ну вот это вот штука работать не будет ну ладно сейчас вообще не об этом это я так отвлекся от темы так речь-то у нас идет вот о 51 он самый распространенный вот эти 25 30 тоже есть ну они не так распространены как именно вот эти 51 очень много у людей так что вот и у меня это же проблема как мне кажется но это не такая проблема но я уж решил сделать в идеале у меня здесь где-то четыре с половиной более-менее приемлемо у меня вот какая я сегодня только это заметил на бумаге причем на ткани это будет незаметно всегда надо проверять продвижение берем вот листик обычный а4 на нем очень удобно можно много-много решить этих листиков он большой вот я что заметил при подходе иглы ткани причем надо сделать даже как ткани ткань хотя бы вот эту что ли можно подложить картонку под лапку потому что них самой пластине а тут же у нас еще ткань будет может быть миллиметров 23 ну вот не суть у меня даже вот плотную она подходит сейчас я дам приближение игла а зубчики до конца не ушли игольную пластину он сейчас будет видно сейчас я дам поближе вот как мы видим вот как мы видим вот игла уже почти ну оставим вот она в ткань вошла можно сказать так она вошла а вот видите а так не должно быть они были должны быть утоплены ну здесь у меня очень просто все очень просто я просто-напросто сейчас опущу зубцы у меня только в этом видите но очень высоко у меня подняты там высота ну 1 и 2 может 1 и 5 у меня тут целых наверно миллиметра 2 около двух я чуть-чуть ее осажу внутрь и все у меня будет все в порядке это что касается моей машинки но как сделать у кого маленькое продвижение что сделать лучше вначале убираем все люфты все люфты конечно по умолчанию надо убирать это но что касается продвижение что касается продвижения вот она вилка вот вилка здесь может быть люфт вот здесь вот смотрим вот этому уделяем внимание затем вот здесь под маховиком есть тоже винт его затягиваем вот это изначально это самое первое проверяем 3 смотрим вот что я показывал на своей машинке как у вас зубцы поднимаются то есть нижняя мертвая . зубчики должны туда спрятаться так до 3 4 смотрим прижим так не лапку убрал смотрим прижим он регулируется вверху только тут он регулируется по-хитрому не так как на нормальных машин ну на нормальных это на подольских немецкий это не нормально у нее наоборот по часовой это откручивается а против часовой закручивается вот так вроде вроде так насколько я помню могу ошибаться да нет вроде не ошибаюсь здесь именно так сделано вот смотрим прижим лапки вот я что перечислил что перечислил вот это надо сделать и тогда я думаю у вас прибавится из комната миллиметра то и полтора ну если все те регулировки которые я говорю не поможет тут вот есть он называется вот этот кулачок 3 центровой кулачок на главном валу который находится воду я здесь отметку сделал маркером вот должно быть по идее у отрегулированной машинки при верхней мертвой точки то есть игла поднята максимально вот этот вот кулачок ну вот центр вот он должен быть вот так примерно там плюс-минус тут люфтец есть небольшой ну как не люфтец а плюс минус но вот так вот он должен вот так выглядеть все регулируется он тут ну я короче не советовал бы лезть туда просто так надо если крутить сюда сатурка залазить четко понимать что ты делаешь вот тут винт есть регулировочный то есть прежде чем начать здесь регулировать выставить метку посмотреть чтобы игла была выше мертвой точки и здесь поставить меточку вот я сделал так я знаю как выставить но это я просто вот для зрителей и начинаем начинаем так ослабил этот так он регулируется достаточно легко вот этим кулачком вот этим кулачком так как бы вам показать сейчас я переверну машину я его вперед-назад кручу регулирует вал и в то же время еще игловодитель тоже тоже крутится так надо его придержать игловодитель вот чтобы он не крутился вот он вот сейчас вал кулачок тоже как мы видим но он закреплен же это высота подъема рейки вот чтобы согласовать высоту подъема ну это уже в крайнем случае я категорически и не рекомендую просто так его крутить потому что там можно сбить и потом выставлять придется очень долго не факт что получится так вот это уже в крайнем случае когда ничего не поможет а так вообще лучше к этому кулачку не лезть ну это в крайнем случае это я вам показал что еще можно это уже когда ничего не поможет не поможет но скорее всего вам этот кулачок трогать не придется вот показал тот тот не надо винт трогать который утоплен вот он регулировочный вот он все вот у меня нет метка вот так вот нормальное положение вверху вот оно так плюс-минус вот все если это нормально лучше сюда не лезть крутим когда и закануя так на глаз но на глаз же это же не подольская машина немецкая тут все с точностью вот видите и вот сейчас носик челнока сейчас он пропускать будет вот сейчас откручу этот кулачок и маленько подвину но он согласовывает подачу ткани с положением иглы не надо это трогать так ну что же думаются мне что легкого движения легкого движения так я уже пододвинул вот так по часовой там чуть-чуть надо сейчас ход ход чуть-чуть приблизиться и но тут увидите неудобно неудобно сейчас буду смотреть сначала круто ну сейчас посмотрю как это все а о о о все что и требовалось доказать сейчас вам покажу вот неудобно ракурс ну вот так вот допустим вот так сейчас уже будет видно вот сейчас заход нормальный но сейчас надо зигзаг еще поставить при зигзаге посмотреть левый укол правый укол более всего меня волнует вот чуть-чуть выше как мы видим чуть чуть выше ушка вот я и говорю что без необходимости не надо крутить вот это тут так называемый трехцентровочный кулачок на главном валу который вот сейчас у меня все как было стоит то есть рейка задрана но вот вот видно но как бы это надо чувствовать что ли мне вот кажется что ткань как бы как было так вперед назад но не тканя в данном случае лист бумаги так и поэтому надо чуть-чуть чуть-чуть опустить высота подъема тут регулируется просто вот тут есть винт его ослабляем и вот он выше ниже вот у нее тут есть пропил с ходом и таким образом регулируем высоту подъема сейчас я не выставлю оптимально ну там миллиметр может чуть побольше вот так сделаю и думаю будет гораздо лучше меня продвижение она и сейчас хорошая будет отличная хотя лучше и враг хорошего но и все-таки постараюсь что-то изменить в этом плане ну то есть я хочу чуть-чуть опустите меня они были задраны вот я кстати посмотрел максимально вот вот так вот так наверно будет самый раз так она вот уходит и надо смотреть чтобы она не уходила при затяжке так и фиксируем фиксируем ну и сейчас я проверю что по факту то есть чтобы было наглядно вот все написано вперед верхняя и реверс 5 миллиметров и четыре с половиной соответственно но нормально главное вперед ровно сейчас ровно заявленных 50 миллиметров на 10 стежков то есть 5 миллиметров здесь четыре с половиной на реверсе это тоже нормально вот как то так ну пол миллиметра это спишем на износ детали все-таки эта машинка эти машинки за свою долгую жизнь они шили это может быть последние счастливые наследники там не используют а в свое время эти машинки шили 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 вот что касается 25-30 у меня там прямо он очень и очень уставший был в плане вот рейка транспортировочная изношены зубцы это же не просто так ну и как говорится гладко было на бумаге она ткани как ну на ткани я вам скажу дивно можно даже замерить так сейчас я натяжение отрегулируют чтобы было более наглядно я-то вижу что хорошо в камеру вряд ли это передается верху маленько натяжение ослабил вот теперь четко видно четко видно и и можно этот момент замерить так вот так вот будет у нас ну вот как мы видим так а вот здесь вот сейчас я вот стежок честных 5 миллиметров что и требовалось доказать ну в принципе машинка у меня уж полгода я только вот сейчас ну было было меньше пяти но там вот эти вот доли миллиметра ну просто я сейчас сделал эту машинку практически как вот она должна быть штатном режиме 50 и 45 я считаю это более чем для машинки которые более полувека вот значит что резюме такое самое главное три фактора это то что вот здесь вот я крутил это возможно ну не пригодится это лучше лучше не до этого не доходить вот 33 варианта то есть это люфты в первую очередь все убрать как внизу вот здесь винт под маховиком люфты затем высота рейки вот высота рейки это прямо девяносто девять и девять влияет высота рейки ну не 99 но очень сильно она влияет потому как вот я могу рассказать про свой 22 класс я с ним намучился я не мог поймать вот этот момент а там по-другому там регулируется ну тоже вот этим кулачком только там там проще гораздо но там все изношено было вот и потом я кое-как я не мог ее сдвинуть нам от той машинки это еще меня 22 класс он наверное ну сороковых годов на может быть начала 50-х тоже очень древние на нем надобники шили шубы там какие-то ну не это то отдавал женщина сказала вот но я победил и у меня стал стежок там пять с половиной миллиметров вот а был что-то миллиметра 4 ну не более такой как на пмз а так все-таки промышленная машина вот если что-то толстая шить стежок же он уйдет в минус ну вот высота подъема и прижим лапки третье делайте нормальную высоту рейки нормальный прижим лапки и убирайте люфты и все и будет вам счастье искомая 5 миллиметров все на этом до свидания